Итак, добрый вечер. В прямом эфире фонда «Измени одну жизнь» я, Иоланка Качаева, и моя коллега, психолог фонда Джессика Франкова. Сегодняшняя тема эфира – неудобные вопросы приемных детей. Отвечаем на эти вопросы. Ну, я не буду вдаваться в подробности, а скорее передам слово Джессике, потому что думаю, что она сама назовет те вопросы, с которыми, с теми сложными вопросами, с которыми приходят приемные родители на консультации, с теми недетскими вопросами, на которые они не знают, как лучше ответить. Джессика, передаю тебе слово. Всем привет! Я Джессика Франкова, психолог фонда «Измени одну жизнь». Смотри, Иоланка, я бы все-таки предложила говорить о неудобных вопросах, которые, в принципе, могут быть не только у приемных родителей. Конечно, у нас здесь возникает определенная сложность. Это целый конгломерат вопросов, касающихся истории ребенка и происхождения ребенка. Но вообще неудобных вопросов может быть намного больше. То есть вот первая часть, это я посмотрела в комментариях к эфиру, были действительно вопросы о происхождении ребенка. То есть как так получилось, что я родился не у вас. И здесь есть целые вебинары, семинары. Мы на нашем курсе тест-драйв приемного родительства учим, как правильно на такие вопросы отвечать. Поэтому здесь я, наверное, бы остановилась на том, каких лучше избегать ошибок. Ну то есть, во-первых, конечно, не надо эти вопросы обходить. То есть делать вид, что, а что мы не расслышали, мы не можем, не знаем, не понимаем. Ну а вось ребенок сам забудет. Потому что для ребенка требуется много усилий, много смелости, чтобы эти вопросы задать. И не получив ответ, он убеждается в том, что что-то здесь не то. И его тревожность, ощущение себя как плохого, какого-то неправильного, она может усилиться. Вот, поэтому вопрос, как я появилась на свет, ты родился. Ты родился у своих родителей. В разных семьях по-разному называют окрованных родителей. Некоторые семьи не очень хорошо относятся к словам мамы и папы, поэтому можно говорить о мужчине и женщине, которые дали тебе жизнь, о людях, которые дали тебе жизнь. Ты родился, потому что они любили друг друга. Ты родился в животе женщины, возможно, если есть имя, там, мамы, такой-то. Она дала тебе жизнь, выносила тебя. Они вместе с твоим отцом создали эту жизнь. Но, к сожалению, поняли, что не могут заботиться о тебе, не могут дать тебе все то, что должны давать родители своим детям. И поэтому обратились за помощью, чтобы другая семья могла воспитывать тебя. И так появились в твоей жизни мы. Вот такая общая канва. Бывает такое, что приемная семья начинает говорить о том, что мы тебя нашли, но это не ответ на вопрос. То есть если меня нашли, то я где-то потерялся. И что было, значит, до? Ребенок не терялся. Ребенок, как и все другие дети, появился на свет от любви мужчины и женщины. И, соответственно, просто его жизненный путь мог начаться с расставания со своими кровными родителями. Да, об этом тоже можно говорить. Это если, наверное, очень-очень вкратце отвечать именно на этот вопрос. Но этому уделяется достаточно много внимания на школе приемных родителей, на наших консультациях. У нас на курсе тест-драйв приемного родительства существуют целые книги о том, как рассказать ребенку о том, что он приемный. Довольно много литературы. Вот поэтому, наверное, здесь я уже дальше останавливаться не буду. И посмотрю на следующий вопрос. Это то, что касается, собственно, происхождения ребенка и каких-то событий, которые могли быть в его жизни, соответственно, каких-то событий негативного содержания. То есть, например, ребенок может спросить, а почему меня бросили? Тогда мы говорим, что тебя не бросили, а тебя передали на воспитание государству. Чтобы государство нашло для тебя новую семью. Потому что понимали, что не могут о тебе позаботиться так, как должны заботиться взрослые о детях. Может ребенок спросить, а почему это произошло? Тогда мы можем сказать о том, что, ну, видимо, в жизни тех, кто дал тебе жизнь, что-то произошло, когда они были маленькими, их не научили, у них не было опыта, как заботиться о ребенке. Может быть, о них тоже не заботились. И поэтому потребовалась помощь кого-то еще, других взрослых, других людей, у которых эти знания есть. Может быть такое, что ребенок был свидетелем довольно таких тяжелых событий, как, например, насилие со стороны взрослых в адрес друг друга или в адрес других людей, других детей. Да, ребенок может спросить о том, почему это происходило, да, и мы тогда говорим о том, что, ну, нас там не было, мы не знаем, но, видимо, не смогли договориться, видимо, не научились другим способам решения конфликта. И, к сожалению, поэтому применяли силу. Могло быть так, что кто-то на глазах ребенка решил жизни другого человека. И тогда мы тоже говорим о том, что, к сожалению, их конфликт был очень серьезным, и кто-то решил забрать жизнь другого человека. Ну, вот обратите здесь внимание на формулировки, да, я не говорю, кто-то кого-то убил, или что кто-то убийца, или вор, или насильник. Я говорю, забрал жизнь другого человека, да, или совершил преступление. Да, это преступление полагается по закону такое-то наказание. Теперь человек наказан, обычно наказан лишением свободы. Вот, если речь идет, например, об употреблении запрещенных веществ, или употреблении алкоголя, что сделало невозможным, выполнение родительских функций кровной семьей, мы говорим о том, что была болезнь. Она есть, и, к сожалению, от этой болезни нет лекарства, и болезнь забирала все больше и больше сил, разума и возможности заботиться о тебе. Ну, это вот мы опять возвращаемся к целому циклу вопросов, да, связанных о том, как говорить с ребенком о моем травматическом опыте. Это я очень сейчас поверхностно отвечаю. Конечно, мы этому уделяем много времени на подготовке, на консультациях. И опять же, обращу внимание, что есть много литературы написано на эту тему. Вот. Дальше я, наверное, бы хотела сказать о другом таком типе неудобных вопросов. Это вопрос, который мог касаться самой новой семьи, да. То есть, например, ребенок может спросить, а где у нас папа? Почему его нет? Куда он делся? Или, например, спросить, а когда ты умрешь? Да, там, моя мама умерла, а ты когда собираешься умереть? Или почему ты не похожа на другую маму? Или почему ты старая? Ну, то есть, эти вопросы, которые могут вызвать такое смущение, непонимание, как на них отвечать. И здесь мы можем говорить о том, что, например, если нет одного из родителей, что так сложились обстоятельства. Ну, может быть, когда-то обстоятельства изменятся. Если мы отвечаем на вопрос, вот, довольно часто, а ты не заболеешь, ты не умрешь, мы будем говорить о том, что я буду делать все возможное, чтобы быть с тобой столько, сколько я смогу. Я буду следить за своим здоровьем, вот, я буду внимательна к себе, и все, что от меня зависит, я сделаю. Вот, наверное, это такие первые вопросы, касающиеся вот каких-то, чего-то неудобного. Вот, может быть, у тебя, Иоланта, возникают сейчас после комментариев, общения с нашими зрителями, слушателями, какие-то свои вопросы, ты бы их сейчас хотела задать. Да, хотела бы задать, Джессика, скажу, что очень много вопросов многие дети, особенно те, которых взяли в младенческом возрасте, задают о том, как они, где они находились, в животике у мамы или где-то. То есть все вопросы, связанные с тем, как они себя представляют, вот, что было до того, как я вот сейчас, да, где же я был раньше. Все те вопросы, которые задают кровные дети, свои кровные мать, там, да, вот когда ты мне находила в животике, что ты чувствовала, там, или вот, а где я был, и как отвечать вот на такие вопросы приемной маме, то есть, что она должна говорить, как объяснять это? В животике у либо мамы кровной, если в семье можно и не говорить, ее называют мамой, а либо у женщины, которая дала тебе жизнь. Ты там жил, как и другие младенцы, питался через поповину, можно показать фотографию младенца, там, видео посмотреть. Спасибо. Вот это очень важно, потому что, как бы, ребенку хочется узнать, как и любому, да, что же было до того, вот, когда я себя стал ощущать собой, вот, где я был и что было. И я так понимаю, что правда – это то важное, да, так сказать, то важное, что должно быть в этих ответах, да, во главе угла. Я правильно понимаю, Джессика? Да, конечно. Правда, и вопрос в том, какими словами она будет преподнесена. Вот, потому что здесь, как я уже сказала, вызывать может много отторжения идея о том, чтобы называть кровных родителей именно родителями. Мы можем столкнуться с идеей, что как будто бы жизнь началась с момента, когда ребенок появился на свет, хотя это не так, она началась с момента зачатия, то есть вот с попыток как-то замять этот момент. Может так получиться, что семья считает, что жизнь ребенка началась с момента их встречи. Такое тоже бывает. Ну, тогда можно отметить, да, что вот одна из важных дат в твоей жизни, да, это тень, аист, или как еще принято, может быть, в семье иначе это как-то называть, тот момент встречи, когда приемные родители и ребенок встретились впервые и увидели друг друга. Наверное, это тоже важно, да? Да, значит, и рождение, это разное, да. И еще очень важно про младенцев, то, что они совершенно непринуждены в своих вопросах, и вот то, что ты говорила, что ребенок может спросить, моя мама кровная умерла, а когда ты умрешь, то есть эти вопросы могут быть настолько, ну, такими неожиданными, если так можно сказать, не то, что трудными, а неожиданными, то есть заставать человека врасплох. И вот здесь для, это вот говорили те мамы, которые впервые стали мамами, взяв ребенка в семью, то есть у них не было до этого опыта говорить с малышом и отвечать на какие-то странные вопросы, такие необычные, да. И вот что бы ты им посоветовала, как не показать это удивление или смущение, или можно показывать свои эмоции, что этот вопрос кажется каким-то необычным, он вызвал даже, может быть, немножко страх какой-то перед тем, как же собраться и ответить на этот вопрос. То есть надо ли прятать свои эмоции или не надо, или откровенно быть таким вот открытым, эмоциональным и проговаривать, что это может быть методом? Конечно, лучше проговаривать, то есть если родители вопросом смущены, то можно сказать, что слушай, мне нужно время, чтобы подумать, как тебе на него ответить. Я так вот, большой такой ответ, я даже не знаю, как правильно на него ответить, дай мне немного времени подумать, но обязательно на него ответить. Потому что дети прекрасно чувствуют эмоцию, они могут считать и опять же начать достраивать эту картинку, что со мной что-то не так, я что-то не то сказал, я что-то не то сделал. Вот, наверное, здесь еще нужно остановиться на том, что дети могут задавать вопросы из серии, ну ведь я же правда родился у тебя, и родителям очень хочется ответить, да, конечно. Хотя ребенка взяли там в пять лет, и он прекрасно помнит, что это было не так. Это стадия торгов, мы про это рассказываем, очень важно говорить в такие моменты, что тем так хотелось, и нам бы, может быть, так хотелось. На самом деле это было по-другому. Но там же есть еще и другие вопросы, да, вот давай пойдем немного дальше, мне не хотелось бы, чтобы мы прям вот зациклились только на происхождении. Неудобные вопросы могут быть из серии, когда я буду жить отдельно, а когда я вырасту, смогу ли я найти свою кровную семью. Могут быть и другие вопросы из серии, почему там тетя толстая, да, или где там человек взял, соответственно, своих детей, а эта тетя там его тоже с детского дома взяла, ну то есть в силу детской непосредственности. Вот, и на вопрос по поводу отделения будущего мы можем стаскать, как ты решишь, если ты захочешь увидеться, общаться, да, это твое будет право. Вот, может быть, вопрос еще такого плана, когда остались другие дети в семье, почему мы не можем их забрать, или могут быть вопросы из серии, а почему мы не можем забрать к себе маму и папу. Меня же смогли забрать, почему не можем забрать их. Это тоже такой вот вопрос, который вызывает смущение, непонимание, неудобство. И если речь идет о детях, мы можем говорить о том, что у нашей семьи нет возможности сейчас это сделать. Но мы будем очень надеяться и верить, что им найдется семья. Возможно, мы будем вместе этого желать. Вот, или если наши религиозные какие-то мировоззрения и философия позволяют, будем молиться об этом. Вот, что касается взрослых, мы говорим о том, что у них своя жизнь, они уже взрослые люди, но мы также будем надеяться и верить, что рядом с ними будут те, кто поможет. Те, кто будет их поддерживать и в трудную минуту, ведь тебя же мы смогли поддержать. Вот. Наверное, такой момент. Еще, Джессика, спасибо тебе за это. И еще есть такие вопросы, которые задают дети постарше, и они их также задают непосредственно, но в момент знакомства. Тоже многие кандидаты в приемные родители рассказывали, что они приходили на встречу, и им было неловко от тех вопросов, которые им задавали. Например, у вас есть машина, вы не бедные, у вас есть еда, вы мне купите телефон. То есть это те вопросы, которые дети задавали, ну, тоже мы понимаем, да, почему эти вопросы задают, но в тот момент, в момент волнения и стресса, конечно же, не все кандидаты в приемные родители считывали это все и находились, да, как себя находили, как ответить на эти вопросы и не обидеться. Вот что бы ты посоветовала, порекомендовала? Ну, вот, я слышу как бы два типа вопроса. Первый вопрос, ребенок проверяет вообще, насколько вы благополучны. Если я пойду в семью, не будет ли это та же самая дисфункциональная семья, в которой я находилась? То есть если это вопрос, вот, напрямую, есть ли у вас еда, мы можем сказать, слушай, да, нас проверили, у нас достаточно еды. Тем людям, у кого еды нет, детей не дают. И а какая еда тебе нужна, что ты любишь? Ну, то есть дальше говорить об этом. Второе, то, что я сейчас как будто бы услышала в твоем вопросе, это вопросы про материальное состояние, да, точно ли ты тот Дед Мороз, которому я могу довериться. Это пугает, фрустрирует, создает ощущение, что нас используют. Вот, поэтому здесь можно спросить так, ну, то есть ответить так, что у нашей семьи есть возможность там раз в год купить телефон для там раз в два года. А, скажем так, купить мотоцикл у нас возможности нет. Вот у нас такие возможности. А ты хочешь в семью только там, где тебе готовы покупать исключительно каждый день телефон, или ты просто как-то хочешь, чтобы в семье была там любовь, достаток, забота. Вот у нас вот такие возможности. Ребенок может тоже эти вопросы задавать от волнения, от непонимания, он тоже хочет вообще понять, на что он может рассчитывать. То есть это не значит, что он пойдет в семью, где ему исключительно только каждый день новый телефон дарит. Ну, почему бы не спросить? Ну, да. В конце концов, голосовые люди на свидание, когда ходят и узнают материальное состояние, они тоже такие вопросы так или иначе задают. Бывает. Так что, я думаю, можно просто обозначить, какие у нас есть возможности, и спросить у ребенка, а ты ожидаешь вообще каких возможностей у родителей. Для тебя, значит, коль важность имеет только возможности финансовые, или тебе важно что-то еще, как ты думаешь. И спасибо, Джессика. Мне кажется, тут хорошо как раз мы подошли к моменту первой встречи с детьми, когда вот ты правильно сказала, что и ребенок может в стрессе задать не тот вопрос, который готовил, может быть, или даже не готовил, но что-то вот вдруг спросилось почему-то. Я хотела тебя спросить, что есть ли какие-то, может быть, когда к тебе обращаются с вопросами приемные родители, с вопросами, с просьбой рекомендовать что-то, есть ли какой-то блок вопросов, который именно при знакомстве возникает у детей? Какие-то, может быть, определенные, что они их чаще задают, когда дети на первой встрече что-то спрашивают. Сложно сказать. По моим ощущениям, дети больше стараются на первых встречах встроиться, то есть, наоборот, отвечать на вопрос, либо очень активно начинают, ну, я извиняюсь за такое сравнение, но продавать себя. Ну, то есть, рассказывать, какие они хорошие, да, и что они могут то, сё, пятое, десятое. Вот, может быть, такое, что ребенок, наоборот, замкнется и ничего не захочет отвечать. Может быть, особенно если это ребенок уже имеющий опыт проживания в разных семьях, он начнет выяснять, а есть ли у вас собака, а есть ли у вас маленький ребенок, а есть ли там еще дети, а бабушки есть. И эти его вопросы, они зависят от его опыта, да, то есть, может быть, там есть, остался младший брат, по которому ребенок скучает, или, наоборот, был брат, который не давал спокойно жить и хочется заранее узнать. Или была собака, которая пугала, или, наоборот, по которой скучали, или бабушка, которая заботилась, или, наоборот, которая явилась причиной, там, подливала масло в огонь и способствовала возврату. То есть, ребенок, вот, исходя из своего опыта, эти вопросы задает, так же, как и родители. Они начинают спрашивать, а ты общаешься с своей кровной семьей, а кто твои друзья, а что ты любишь? Ну, то есть, пытаясь достроить вот какую-то картину. Хорошо. И еще я хотела тебя спросить вот о чем. Если, как ты говоришь, часто дети замыкают, не то, чтобы они задавали вопросы, не всегда они дают и ответы, да, когда их спрашивают. Насколько важно, чтобы ребенок открывался и спрашивал, и надо ли как-то поощрять вот эти вопросы? То есть, чтобы он больше спрашивал, больше интересовался и как-то, ну, чтобы ему было не страшно спросить, вот, как, поощрять ли это и как поощрять? Ну, когда ребенок начинает задавать вопросы, да, это уже про интерес, про доверие, я все-таки думаю, это не про первую встречу, может быть, даже еще не про посещение. Я думаю, что можно, как всегда, сказать ребенку напрямую, что ты можешь задать любой вопрос. Или поблагодарить его, сказать, хороший вопрос, здорово, что ты спросил, не важно на него ответить. Я с радостью тебе на этот вопрос отвечу. Если тебя еще что-то беспокоит, спроси, конечно, мне приятно тебе отвечать. Хороший вопрос назад. Ну, соответственно, если уже мы вступили в такой диалог и уже началась адаптация, может ли быть какое-то табу вообще на какие-то вопросы? Или не должно быть никаких табу, то есть ребенок может задавать вообще любой вопрос? Ну, вот сейчас ты меня как-то даже поставила в тупик. Я не могу себе представить вопрос, который был бы табу. Ну, понятно, что в семье могут быть свои правила, но глобально я с трудом могу себе представить, что есть табу на какой-то вопрос. То есть, про что это вообще может быть? Может быть, вопрос, который родителю неприятен, тогда он может сказать, что, слушай, сейчас не готов ответить, отвечу тогда-то, но, соответственно, в обозначенное время ответить. Может быть, вопрос, на который непонятно, как сейчас отвечать. Ты тоже можешь сказать, что, слушай, вопрос хороший, надо обдумать, чтобы на него ответить. Поняла. Ну, я почему спросила, не хотела тебя ставить в тупик, хотела как раз, чтобы ты больше про это, ну, как бы, чтобы мы и про это тоже проговорили, потому что и такие вопросы тоже возникают у приемных родителей, особенно во время адаптации. Бывает, что ребенок задает, ну, так скажем, неприятный какой-то вопрос, и чувствуя, что родитель как-то замешкался, что-то там пытается как-то ответить и теряется, он может еще раз задавать, да, ну, то есть, как бы, нагнетая эту обстановку и наблюдая, как приемному родителю неудобно. То есть, может, такой-то... Вот, ну, то есть, я бы поняла, что мы все равно отвечаем, да, можем передвигать время ответа, да, обозначить, что эти попозже отвечут, там, сейчас не могу подобрать слов или мне что-то сейчас, вот, кажется, неловко или неприятно, да, ну, то есть, мы не запрещаем задавать вопросы. Мы можем отличать либо ответом, либо говорить, когда мы будем об этом говорить. Ну, если мы хотим продолжение какого-то доверительного диалога. Если мы этого не хотим, то можно замалчивать, уходить, врать, скрывать информацию. Но у меня была фантазия, что мы все-таки про то, чтобы поддержать какой-то доверительный диалог. Хорошо, да, согласна с тобой. Ну, и хорошо, что мы, мне кажется, это проговорили. Я просто жду вопросов и разных, и удобных, и неудобных, пока пользователи не задают. Что-то не знаю, может, тема немножко такая сразу ставит в тупик про неудобные вопросы. Но мы нисколько не хотели сказать, что вы можете задавать что-то неудобное, да, вы тоже можете нам любые вопросы с Джессикой задавать, и обычно мы на все отвечаем. Пока, наверное, не нашлось. Если сейчас, допустим, не удастся задать вопрос, напишите, пожалуйста, уже к записи эфира. Я думаю, мы с Джессикой найдем время и, как обычно, попросим написать те темы, которые бы вы хотели также получить уже в эфирах, какие-то другие. Но сейчас мы говорим про неудобные вопросы, которые задают приемные дети, если так можно назвать эти вопросы. Может быть, назвать проще трудные вопросы, да, или... Ну, мы их назвали неудобные. То, что как-то вводит в какое-то замешательство родителей. Есть ли эти вопросы? Да. Ага. Джессика, я тебя перебила. Я хотела сказать, что это я тебя перебила, извини меня, что там же могут быть еще неудобные вопросы, которые ребенок задает, делая, видимо, какие-то сложные процессы, которые происходят в семье, да, там, например, почему мама твоя, там, бабушка, там, с тобой разговаривает так-то и так-то, а ты после этого плачешь, или там, почему она живет с нами, почему она там на тебя кричит, ну, например, я сейчас фантазирую, да, или там, почему вы друг с другом ругаетесь. То есть эти вопросы, они тоже, ну, про тот уклад, который принят, они могут быть крайне непонятными, неудобными, и теми, которыми сам взрослый, ну, не готов отвечать. Вот, и тогда здесь можно говорить о том, что да, нам сложно, нам сложно договориться, человеку сложно, не научился, не научили, не умеет по-другому выражать свои эмоции. Я стараюсь как могу, я стараюсь проявить снисхождение, я стараюсь уважать старость, или там, уважать человека, который устал. Но такие вопросы действительно могут быть, и вот они тоже вызывают много неудобств. Или почему ты мало зарабатываешь, почему твой начальник кричит на тебя, почему ты на такой дурацкой работе работаешь, вон же люди зарабатывают миллионы, да, там, а ты что-то не можешь, там, все рассказываешь, что еле-еле хватает, да, поэтому... Можно говорить о том, что, ну, вот я выбирал так, мне при выборе моей профессии было важно вот тот и тот, я получал удовольствие от того, что делаю именно эту работу. И поэтому я работаю на ней. Почему ты бедный? Почему ты больной? Почему мы не миллионеры? Да, такие вопросы вполне закономерны. Да, сейчас они даже вызывают некоторую улыбку, но просто на самом деле можно получить любой вопрос, безусловно, и понятно, что ребенок, который приходит в семью, ему интересно все. И это очень хорошо, мне кажется, что он спрашивает, и что он интересуется, ну, так, по моему мнению. Во всяком случае, понятно хотя бы, что его беспокоит или что ему интересно. И, конечно, ответить на эти вопросы, я думаю, обязательно надо. И хотела тебя также вот о чем спросить. В семье, конечно, кроме мамы, есть чаще всего и папа, и другие родственники. И как, насколько важно, чтобы информация была хотя бы похожей, да, когда ребенок может спросить, как часто бывает. Сначала он спрашивает у мамы, потом он через некоторое время то же самое спрашивает у папы, и в какой-то момент, когда нет никого, он то же самое спрашивает у бабушки. Так часто бывает. И потом он как-то там анализирует для себя, что же они все ответили. Вот как сделать так, чтобы не было больших расхождений в этих ответах? И насколько страшно, если расхождения будут? Слушай, если расхождения будут, это не про конкретный вопрос, это про то, что в семье, в принципе, есть некоторые сложности. Расхождение по ценностям, сложности в коммуникации. Возможно, какой-то застарелый конфликт, поэтому мы много говорим на подготовке, да, о том, что очень важно выработать свои правила, быть едиными, придерживаться линии в воспитании, в принципе, и в ответах на вопросы в частности. И отдельно там, конечно, идет взаимоотношение с нашими любимыми прародителями, у которых может мнение о том, как следует жить, отличаться от нашего. Ну вот, поэтому здесь можно говорить о том, что поскольку родители мы, мы главные, наша точка зрения, она наиболее весомая. И проводить разговоры со старшим поколением, да, что очень важно поддерживать наш авторитет, да, как-то договариваться друг с другом о поддержке единой линии. Если уж это совсем не удается, то мы можем говорить о том, что, ну вот, у людей есть разные мнения, ну, у меня такое. Хорошо, это тоже, мне кажется, важный момент, который ты сейчас объяснила, потому что часто, когда такой вопрос задается большой семье какой-то такой, ну, как считают родители, важный для ребенка, то родители тоже думают, а что же вот я сейчас скажу, а что, допустим, скажет бабушка, да, или там свекровь, теща скажет, если папа там думает. То есть надо ли потом еще проговаривать это с мужем или со свекровью, или с тещей, что вот я ребенку сказала вот так. Давайте там придерживаться. Я думаю, что да, безусловно, да. И здесь еще есть один кусок, может быть такое, что приемная семья по одному отвечает на вопрос, а кровная семья по другому. И тогда еще важно объяснять, почему отвечают так, да. Например, возьмем банальную историю, да, кровная семья утверждает, что она ребенка заберет и готовит документы. Мы уже знаем, понимаем, что, к сожалению, это невозможно, да, и тогда тут имеет смысл, например, говорить о том, что им бы так хотелось. То есть когда они говорят, что они тебя скоро заберут, они говорят о своем желании, о своем намерении. И мы верим в то, что намерения искренние. Просто нужно сделать определенные действия, связанные со сбором документов, еще какие-то телодвижения. Но, к сожалению, они, скорее всего, будут непосильны. Но когда они говорят о своем намерении, намерение. Спасибо. Например, да. Я так смотрю, наше время уже подходит, да, к своему финалу. Если ты еще что-то хотел осветить, какой-то аспект в этой теме. Потому что я смотрю, скажу, что неудобных вопросов нам сегодня не задают. Удобных задают немного. Вот, поэтому мы можем оставить возможность такую задать уже эти вопросы, если они появятся, к записи эфира. А сейчас как-то уже финализировать. Да, я думаю, что мы можем совершаться. Ну, вот, поскольку мы планируем написать статью, чтобы осталось в бумажном носителе у нас наш разговор. Я думаю, будет здорово, если какие-то неудобные вопросы или их примеры будут в комментариях. И тогда мы сможем в статье уже на них поотвечать. Да, хорошо, как вы находитесь. Вот, а что касается того куска вопросов, который про происхождение ребенка, да, про какие-то события сложные в его жизни, то приглашаем, как обычно, на наш тест-драйв приемного родительства, где мы очень подробно, я бы сказала, наиподробнейшим образом разбираем и то, что в чате спрашивают нас, и то, что спрашивают на наших вебинарах. Ну, и также, как всегда, приглашаем на консультации. Да, я еще добавлю, что, конечно, мы предлагаем всем по возможности поддерживать деятельность фонда пожертвованиями или делом. Делом можно помочь, распространяя видеоанкеты детей, как участники проекта «Ангелохранитель» нашего фонда. Также можно зайти на страничку фонда, посмотреть, чем еще можно помочь в качестве волонтера, например. То есть найдите для себя удобный формат поддержки детей-сирот. Я думаю, что каждый из нас сможет это сделать и найти для себя тот вид помощи, который ему по силам. Вот, мы с Джессикой сегодня завершаем. Я говорю до свидания всем и благодарю, Джессика, тебя и всех пользователей, которые сейчас с нами и которые будут наш эфир смотреть позже. Да, хорошо. Спасибо, Иоланда. Спасибо, слушатели. Всем до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»